Вчера вечером я заселился в прекрасный хостел Тундук в Бишкеке. Я планировал лечь спать пораньше, чтобы встать на заре и привести себя в порядок перед ранним эфиром на телевидении. Но в итоге все пошло совсем не так. Как только я оказался в хостеле, меня окружила толпа людей, проживающих там. Из Израиля, Португалии, Австралии, Индии, России, Финляндии и Германии. И предложили мне пойти с ними поужинать. Я долго сомневался, но потом решил принять столь заманчивое предложение. И вот уже через 15 минут после знакомства мы сидим в ресторане и поем. Я спел свою песню на испанском, а индусы спели на своем языке в панджабе. Мы довольно долго веселились и общались в такой прекрасной компании. И спать я лег только, наверное, в третьем часу ночи. И несмотря на то, что, конечно же, я не выспался, но я проснулся в назначенное время в прекрасном настроении. Кстати, этот хостел Тундук, который мне посоветовала моя подруга Иранка, с которой мы познакомились в Бишкеке, оказался прекрасным местом. Цена всего 10 долларов или даже меньше. Очень уютное место. Здесь даже есть бассейн, летний сад, где можно посидеть. В общем, здесь есть все. Да, в следующий раз, когда приеду в Бишкеке, я обязательно остановлюсь здесь. Очень уютно, чисто и красиво. Ну что, через полтора часа эфир на телевидении. Иду пешком прогуляться, чтобы проснуться. Идти полчаса. По дороге где-нибудь найду кофе. До встречи в эфире. Сплошные горы. Это так классно. Привет, друзья. Я на телеканале НТС в Бишкеке. Готовились к эфиру. Он через 20 минут. Сейчас буду переодеваться, делать прическу. В общем, приводить себя в порядок. Гримёрка на телеканале НТС. Я вот сразу со всеми своими вещами, потому что отсюда я поеду сразу в аэропорт, полечу в Новосибирск, а потом поездом в Омск. Решил пока порепетировать. Пять минут до эфира. Я снова жду тебя весь день, словно это наше рандеву. Любовь из ТВ. Мои мысли лишь о тебе. Я снова в сети. И пытаюсь тебя найти. Ты так далека, между нами галактика. Я, к сожалению, или частью нигде не учился на музыку профессионально. И я стал самостоятельно без всякой системы изучать английский. И также они меня вдохновили на то, чтобы писать собственно и физически тем же путём. Вау, ничего себе. За сколько дней. Очень приятно. Всем привет. Сегодня у вас Диама у нас на телеканале НТС Кыргызстан. Да, Диана ворвалась в мой YouTube эфир вместо меня. Всем привет из Бишкека. Было классно. До новых встреч. А после эфира на телевидении и до своего вылета я успел заехать на Орский базар, самый большой рынок в Бишкеке. Там есть всё. Например, такие сувенирные магнитики с видом Кыргызстана. Друзья, в аэропортах всё дорого. Чаю очень хочется. Я нашёл лайфхак. Спасибо авторадио Душанбе в Таджикистане, что подарили мне кружку авторадио. В неё у меня завалялся пакетик зелёного чая. И я просто уже подошёл с котовой кружкой и попросил налить мне немножко кипятка. И милая женщина не отказала. Так что вот так вот. Спасибо добрым людям. Я в Новосибирске. Прилетел из Бишкека. Здесь тоже жара, 32 градуса. И я думал, чем себя занять на 4 часа, пока у меня промежуток между самолётом и поездом. Но решение пришло само, потому что в самолёте я познакомился с девушкой, которая занимается различными энергетическими практиками. И она подвезла меня до вокзала, она здесь живёт. Мы прогулялись, и по дороге она мне много чего интересного рассказала. Да, это история о том в очередной раз, что ты во время путешествий совершенно неожиданно встречаешь особенных для тебя людей. И нужных именно в этот момент. Это просто потрясающе. Путешествуйте больше, друзья. Это можно сделать очень дёшево. 7 июня, 6 утра. Я вернулся в Омск после двухнедельного путешествия. Невероятно, но та же дома в Сибири Средняя Азия не отпускает меня. Сибири Средняя Азия